В эфире программа Диалог в студии. Проблемы экономического и социального развития, работа с грантовыми проектами и примарами населенных пунктов Камрадского района, решение актуальных вопросов местными органами власти. Об этом и не только. Мы сегодня поговорим в программе Диалог в студии. Гость программы – председатель Камрадской районной администрации Иван Петрович Стопал. Иван Петрович, добрый день. Добрый день. Уважаемые радиослушатели, если во время нашей беседы у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете позвонить к нам в студию прямого эфира по номеру 24960 или же написать свой вопрос на электронную почту ggusradius.ru. И мы обязательно зачитаем ваш вопрос, и вы получите на него ответ. Иван Петрович, первый вопрос, конечно же, связан с тем, что сегодня у всех на устах это изменение в уложении ГГУЗИ. Мы знаем, что время диктует и требуется изменение в уложении. Вы не один год были депутатом и знаете, что в уложении написано и что необходимо для этого сделать. Депутаты приняли закон о внесении изменений в уложении, но Башкан ГГУЗИ не подписала, объяснив это тем, что не все процедуры были соблюдены. Но депутаты, вчера прошло внеочередное заседание Народного собрания, депутаты приняли еще одно постановление повторно направить закон о внесении изменений в уложение ГГУЗИ и предложить Ирине Федоровне изменить свое решение подписать закон. Ваше мнение по этому вопросу? Мы знаем, что уложение может быть изменено законом, принятым Народным собранием, по результатам референдума или же по своей инициативе, так как гласит 93-я статья основного закона. Ваше мнение по этому поводу? Ну, я вам хочу сказать о том, что изменения в уложении крайне редко вообще вносятся, если так взять, вот в Конституции США практически столетиями не вносятся изменения. Мне кажется, конечно, чем меньше вносишь изменений, может быть, это и лучше. Да, это уложение мы приняли в первом созыве депутатов Народного собрания, я тогда тоже был депутатом избран, и мы голосовали тогда, долго готовилось это уложение специалистами, правоведами, международниками. И, в конечном итоге, при согласии всех депутатов Народного собрания, плюс Башкана, исполкома Гогозии, было принято уложение, и которое практически вот с того времени работает. Может быть, с некоторыми сталкивались, может быть, мы в течение вот всех этих лет моментами, где, может быть, нестыковки были мелкие, там, между законом о всем правовом статусе и уложением. Ну и, конечно, когда создалась группа, ну, в принципе, я вам скажу, что я еще был депутатом пятого созыва, тогда еще работали вот над изменениями в уложении, но они не были вынесены как законодательная инициатива на рассмотрение в Народном собрании. И вот сейчас вот организована была комиссия, в эту комиссию мы тоже со стороны исполкома входили, часто собирались, рассматривали законодательную инициативу, значит, о внесении изменений в уложении проекта закона. Ну и, в конечном итоге, там, законодательная инициатива была из 42 статей. Здесь надо сказать о том, что уложение не дает возможности вот некоторые статьи, которые были предложены, рассматривать депутатами Народного собрания. Вот, в частности, первая, вторая глава и преамбула, значит, 8 статей должны были направлены быть на референдум, чтобы население высказалось по этому поводу, а по остальным статьям... То есть, получилось, что у нас эту законодательную инициативу разделили. От имени Башкана документ был передан Народное собрание о том, что были нарушены процедуры, в частности, обозначены конкретно там 5 позиций. И мы можем сказать, что ввиду того, что исполком Гагаузии предполагал, что будет вынесено на референдум, и по результатам референдума уже будет известно, что там население, как по этим 8 статьям высказалось. Ну и, конечно, хочется сказать о том, что законодательная инициатива вообще подается и в течение 6 месяцев, не ранее рассматривается. И здесь было сказано о том, что эта законодательная инициатива была, получается, что оздроблена. Из этих 42 статей осталась одна статья, которую выносили, в принципе, сначала в комплексе 16 декабря депутаты Народного собрания на повестку дня. Потом получилось, что вопрос сняли с повестки дня, потому что поняли, что незаконно будет рассмотрение, если те статьи, которые должны были на референдуме, их надо было, как бы, нельзя рассматривать на Народного собрания. Затем 26 декабря депутаты включили в повестку дня и рассмотрели в первом чтении. И здесь докладчик, когда докладывал, он ничего не сказал о том, что разделилась эта законодательная инициатива. И получается, один из депутатов там высказался о том, что это будет незаконно, насколько я помню. Затем, получается, 24 января в повестку дня очередного заседания Народного собрания внесли вопрос о внесении изменения уложения во втором чтении. Но потом мы узнаем, что в тот же день было назначено другое заседание, и они на том-другом заседании рассмотрели этот вопрос. Ну и, конечно, в этом заседании не участвовали ни один член исполкома. Мы узнали только из пресса о том, что во втором чтении рассмотрели. И назначили на 25 число рассмотрение в третьем чтении. Об этом тоже сообщили буквально в последний час, в последний час 24 числа в исполкоме в Ашканате. И возможности не было ни изучить, ни посетить. Практически исполком и Ашкан не присутствовали 25-го тоже на третьем чтении. Ну и хочется, конечно, сказать, добавить о том, что при внесении изменений в эту статью, в одну статью, которую депутаты имели целью внести изменения, это порог явки. Мы знаем, что в уложении прописано, что уложения, выборы не состоялись в том случае, если в первом туре приняли участие менее 50%, а во втором туре менее 33%. И вот эту статью депутаты изменили. И получается, юридический отдел, там много юристов у нас тоже в исполкоме есть, когда изучили, посмотрели, как она стала звучать, получается, что выборы не состоялись, если в них приняло участие менее 1-3 избирателей. То есть, получается, мы как понимаем его, выборы должны состояться с одного тура. Получается, второй тур вообще о нем ничего не сказано. Ну и до вот этих, так сказать, недоработок, и от того, что заключения не было от исполкома Гагаузии, Башкан принял решение вернуть депутатам этот проект закона. Ну, впоследствии, вы знаете, вот депутаты собирались, они там приняли постановление, там три вопроса было в повестке дня. Эту повестку дня за день дали, тоже подняли, ну, получили в канцелярии с полкома, где даже не были приложены материалы к этим вопросам. И было принято там постановление. Юра отдел рассмотрела это все, Башкан дала им сразу же обратное письмо о том, что не может принять участие, ввиду того, что нарушены все процедуры, согласно регламента, должны были за семь дней предоставить материалы. И тут вообще не были предоставлены, и в этом случае ничего не изменилось после этого. Вот на этом пока я знаю, что остановилось. Но депутаты все говорят, что Башкан обязан подписать этот закон. Ну, вы знаете о том, что Башкан является гарантом уложения, ведь, правда? Да, конечно. И я уверяю вас, Башкан сама юрист, доктор права, и если там бы не было никаких нарушений, она бы подписала бы. Ввиду того, что есть нарушения, она, наверное, посчитала, что не может она нарушить сама законы. Понимаете? И поэтому и так и получилось. Там же уже многие депутаты высказывались о том, что мы это принимаем, но там нарушения есть. И поэтому, может быть, надо было вовремя остановиться. Я знаю. Дело депутатов, они так приняли. Да, они решат этот вопрос. Но мы возвращаемся к нашей теме, нашего сегодняшнего диалога в студии. Это как, чем и как живет сегодня Камрадский район. Мы знаем, что в центре внимания райадминистрации в 2022 году находились проблемы экономического и социального развития. Что удалось решить? Мы хотелось бы сказать, что активизировались. Еще вот с 2021 года мы написали один проект совместно с общественной организацией Веста, госпожой Волковой. У нас с ними нормальное отношение складывается. Уже в течение пяти лет мы заключили договор о сотрудничестве. И хочу сказать, как пример, может быть, рассматриваются вот такие отношения, когда мы совместно садимся, прорабатываем цели, задачи, какие проекты нам сегодня было бы удобнее, выгоднее для района. И пишем эти проекты. Конечно, эти проекты, если качественно написано, они выиграются, грантовые проекты. Мы в 2021 году долго оформляли, сидели там, сметы составляли, чтобы выиграть проект стоимостью, насколько я сейчас вспоминаю, порядка 70 тысяч евро. И мы взяли за основу задачу, поставили такую, чтобы подыскали помещение в районе второй школы. Уже мы говорили об этом, но вкратце я скажу. Мы подыскали там помещение и поставили задачу, чтобы там отремонтировать полностью там один блок помещений, для того, чтобы создать условия для нахождения детей, которые оказываются в ситуации риска. Таковых много есть в районе. Есть тяжелые семьи. И вот для таких именно детей мы написали проект, чтобы имели возможность там размещать в одном помещении четверо парней, в другом помещении четверо девочек. Плюс там помещение предусмотрено для того, чтобы они могли обучаться, чтобы они могли там посидеть, почитать, пообщаться. Есть комнаты для сантехнические узлы и для мальчиков, и для девочек. Есть предусмотрена прачечная, кухня предусмотрена, потом кабинет для руководителя, соцработника, медицинского работника. И вот это мы с нуля практически полностью все выиграли проект, когда постепенно идет финансирование. Там плюс еще и есть контрибуция от исполкома Гагаузии. И полностью, значит, там поменяли отопительную систему, воду подвели полностью, полы сделали с нуля все, стенки шпаклевали, двери установили, потолки, электрику. Сделали там по современным стандартам. Все для того, чтобы было комфортно детям. И персоналу. Там уже мы знаем, что на сайте, я смотрела, райадминистрации нашего Камрадского района, объявлена закупка мебели. Да, мы до этого, значит, объявили конкурс на замещение вакантных должностей. Мы приняли на работу предварительно людей, воспитателей, нянечек, руководителей, там все, что необходимо, медсестру. И этих людей направили, их безвозмездно, так сказать, обучали в Кишиневе, люди получили дипломы. Дальше у нас параллельно строительство уже заканчивается. Оставалось там буквально покрасить стенки. Полы установили, все. И сейчас вот последнее уже, что мы сделали, это объявление подали на закупку мебели. Закупаем мебель. Ну и думаем, что буквально уже вот у нас в конце февраля практически проект этот заканчивается. И мы в бюджете заложили финансовые средства для того, чтобы полностью уже содержать. Мы, учредители районной администрации, положение уже есть, разработали. И будем работать, оказывать помощь нашему населению. В дальнейшем мы здесь предполагаем еще один проект уже написали, подали. Кисаноно, это японское посольство. Предполагаем, что может быть мы выиграем этот проект там тоже порядка на 80 тысяч евро. Уже предполагается дальше продолжить там закупку компьютерной техники, индивидуальной для всех и для персонала. Мы предполагаем видеокамеры там закупить, установить, ограждения. Еще там оборудование для кухни. Там предполагается и готовить. Потому что они круглосуточно. Кухня будет отдельно у них? Там круглосуточно и выходные тоже будут находиться. И поэтому предполагается и приготовление пищи там тоже. Там сделали вентиляционные все каналы. Все полностью предусмотрели все условия технические. И мы думаем еще купить генератор большой, который на случай отключения электронных будет работать. Думаем дальше и технику купить для того, чтобы могли, как говорится, закупать продукты там, развозить детей куда-то. Ну и параллельно мы сейчас перевели к нам и мобильную бригаду. Мы с этими людьми тоже уже работаем. Мы обозначили детей, которые нуждаются в помощи на дому. Они вот будут выезжать тоже, оказывать поддержку. Мы поэтому как-то в комплексе думаем работать. И там на месте есть дети, которые там инвалиды немножко, как говорится, нуждаются в помощи. И пока родители придут со школы забрать, они смогут останавливаться у нас там, может быть, в центре, чтобы с ними немножко позанимались, присмотрели за ними. Вот и этот проект мы завершаем. После этого вот вы за 22-й год спрашивали. Я хотела по поводу этого проекта еще уточнить. Вы сказали, что уже есть дети, которые могут находиться там. Сколько детей сможет принять в целом этот центр? Мы рассчитываем, что 8 детей одновременно сможет принять. 4 мальчика и 4 девочки. Вот. И сейчас, конечно, совместно с органами опеки, социальными работниками, с примариями работаем, чтобы выявить таких людей, детей, которые нуждаются и размещать. Потому что мы столкнулись, когда орган опеки у нас был, мы его потом передали в Управление здравоохранения, столкнулись с тем, что вот такие случаи бывали, негде было размещать этих детей. И наш куратор был из Кишинева, тоже нам помогла, хочу сказать, слава и благодарности, что вот предложили вот такой проект, и мы его довели до конца. Там буквально отбор проходил очень серьезный, и мы его так оформили, что выиграли. Доказали, что нужно, все. А по времени, сколько времени дети, вот эти дети смогут там находиться? Значит, дети, во-первых, хотел бы сказать о том, что смогут там размещаться, потому и называется временный центр. На время, но сколько по времени? Мы так предполагаем, насколько я помню, в течение трех месяцев, может быть, и больше возраст, там предполагается, насколько я помню, от 5 лет до 18 лет. Вот. Ну, естественно, что при необходимости они могут находиться и дольше там. Мы это все в положении прописываем, и сейчас согласованно уже комиссионно будем определять некоторые детали. Иван Петрович, мы говорим о решениях проблем, о социально-экономических проблемах, которые в 2022 году Камрадская администрация взяла под свой контроль и хотела решить. Но мы знаем, что есть еще один совместный проект с той же неправительственной организацией Веста, и сегодня есть результат уже этого проекта. Да, мы буквально сегодня уже совместно с представителями общественной организации Веста, представителями районной администрации, принимал участие первый заместитель представителя исполкома, а также заместитель примара в муниципе присутствовал, руководитель Пужикха, работники Пужикха, примари, работники. Мы сегодня официально это мероприятие провели, пригласили представителей СМИ. Значит, мы сегодня официально передали грузовичок Mercedes Sprinter и пресс для прессования пластиковых отходов. Мы одновременно вот это передали через примарию в Пужикха, и теперь нам остается, ну, по программе мы должны сейчас закупить 105 контейнеров для сбора пластиковых отходов. Мы для начала на этом этапе это запускаем Камратии в Кирсово, и постепенно на весь район мы потом перейдем, потому что нам предлагали некоторые организации бесплатно пресс подарить, но чтобы потом, спрессовав, отдавали им продукцию. Но мы посчитали, и посчитали, что выгоднее нам собирать, прессовать и продавать, и Пужикха будут их сдавать для переработки, и будут зарабатывать на этом, и закупать для расширения еще контейнеры. Мы уже объездили многие населенные пункты, где на заседаниях совета наши специалисты, координаторы разъясняли и советникам, и гражданам наших населенных пунктов о необходимости постепенного перехода от пластика к экологически чистому продукту. Начали мы вообще, хочу сказать, с чего. Мы вообще хотели приобрести гончарный круг и муфельную печь для ремесленной школы. Вот то, что в нашем доме Башкана находятся дети, обучаются этому ремеслу. Там, к сожалению, непорядочно поступила. Она там работала, не хочу называть фамилию, забрала оттуда практически от детей эту печь и гончарный круг. И мы остались, можно сказать, ни с чем. И мы вот обратились в Глобальный экологический фонд для малых грантов. Это при ООН вот с этим проектом. И мы вот уже отдали туда, приобрели эту печь муфельную, приобрели гончарный круг. И сейчас дети смогут заниматься дальше. Их обучают ремеслу. Они уже изготавливают там посуду, чашечки, тарелочки, кувшиночки. Раньше ведь как у нас большие кувшины были, помните, брынзу там наши предки ставили. Чульмек. Чульмек это одно, а кюб. Кюб большие эти, 10-литровые, там 20-ти были. И там и туршу, там сол, соление ставили. Все, что удобно, с крышечкой. И мы вот думаем, что, конечно, пластик это вред приносит экологии. Все прекрасно понимают, потому что разлагается очень долгие годы. И вот, исходя из этого, мы пришли к тому, что надо отдельно его собирать. Дальше у нас в проекте есть программа наша, предусматривает. Еще один проект напишем, чтобы мы могли уже раздельно собирать и стекло-тару. И тогда мы уже сможем убеждать наше население в том, что есть такая необходимость, есть условия для этого. И как видим, в цивилизованных странах это делается. Будем и здесь, у нас в муниципе так делать. Ну, если вот, проведя такой анализ, есть уже переход от пластика к экологически чистым материалам. У нас проекты, вы сейчас хотите еще один проект со стекло-тарой. Да. Это говорит о том, что экологические проекты нам очень необходимы. Очень необходимы. И на это идут и партнеры из Европы. Они, видите, большой акцент на это делают. И мы думаем, что будем работать очень активно в этом направлении. И примария здесь подключается. Это вот пример тому, или того, что мы, районная администрация, очень тесно работаем с примарией. И примар доволен. И вот вице-примар сегодня присутствовал, примар в Кичневе, и руководитель Кужиха. Они очень довольны, что вот мы приобрели и дали им очень как воздух нужна была эта машина, вот грузовая, Мерседес. Они будут его использовать и для других целей. Там, конечно, они часто нуждаются вот именно в таком транспорте, а у них не было как раз такого. И, конечно же, надо работать и отработаем. Исполком Газглузии поручил нам районную администрацию, мы работаем сейчас совместно. Есть организация, которая устанавливает солнечные панели в семи объектах. Об этом уже тоже говорили не один раз. Уже установлено в школе Баурчи. В Авдарме. В Светлом. Авдарме наполовину там уже установили. Еще предполагается в трех районных больницах и детском садике в Чешмикёе. Значит, оборудование у нас мы сложили там в складах Межайбазы. Документально привозили, растамаживали. Их там по договору на хранение оставили. И забирают по необходимости и устанавливают. Ввиду непогоды, немножко так задержались. Планировали раньше закончить. Но работа сейчас продолжится. И думаем, что вот сейчас уже Башкан акцент делает Ирина Федоровна. Очень правильно, что крыши, вы знаете о том, что на 40 миллионов предполагается ремонтировать. В учебных заведениях. Будут именно делать так крыши, чтобы они выдерживали нагрузку вот этих солнечных панелей. В последующем мы планируем, да, планируем тоже устанавливать вот в этих отремонтированных крышах солнечные батареи. Чтобы у нас не нуждались в закупке. И вы знаете, электроэнергия дорогая стала. Три раза больше сейчас приходится платить. Мы наблюдаем. И вот Дом Творчества у нас, подчинение. Мы видим, как выросли тарифы и как сложно платить. И это направление правильное. Я думаю, что нужно работать всем в этом направлении. И привлекать инвестиции для того, чтобы мы переходили постепенно к зеленой энергии. Источникам вот такой чистой энергии. Ну и, конечно, кроме этого, скажу, вот Европейское село проекты есть. Я хотела сначала спросить еще. Потому что следующий вопрос про Европейское село. Что еще в плане? Иван Петрович, можно ли сказать, что вот вы сказали, что с НПО Веста вы работаете уже около пяти лет. Можно ли сказать, что совместная работа с неправительственными организациями, они результативнее и более полезны и более необходимы? Да, очень-очень полезны. И я вам скажу, у них опыта гораздо больше. И где-то они выступают лидером, мы партнеры. Иногда мы лидер проекта ведем, а не партнеры. Иногда мы самостоятельно подаем проекты. Вот сейчас у нас подали еще один проект, тоже мэры за экономический рост. Исполком Гагузи тоже является членом этой организации. Но мы как члены исполкома, райадминистрация в структурном подразделении, мы один проект написали тоже на где-то 80 тысяч евро, насколько я помню, 70. Мы написали этот проект, и мы сейчас составили сметы недавно. Мы хотим, у нас во дворе, где райадминистрация находится, есть небольшое здание. Оно старенькое здание. И мы его хотим полностью капитальный ремонт там сделать. И с санузлами, и с кухней, и с спальнами. Все сделать полностью ремонт, оборудовать его. И на начальном этапе мы, вот сейчас видите, проблем много есть с размещением беженцев. Когда проблемы возникли, Гагузия приняла очень много беженцев. Вы знаете об этом, в Кангазе центр есть, Кирсово разместили. И мы предполагаем тоже здесь семьи размещать, для того, чтобы временно могли они остановиться и как бы сделать отдельный вход, там все условия создать. И для полноценного, так сказать, проживания. Ну, времена, надеемся, когда уже пройдут, потом с пользой, используют уже для органов власти. Бывает тоже приезжает много гостей, чтобы гостиницы не размещать. Можно вот здесь размещать. Да, если будут условия хорошие, конечно. А так вот именно проект предусматривает для размещения беженцев из Украины. Мы в феврале получим уже ответ. Если он будет положительный, мы буквально начнем оперативно работать в этом направлении. Иван Петрович, это то, что касается, да, беженцев Украины, это грантовый проект такой. Но мы знаем, что сейчас 6-7 февраля в Турции было землетрясение, и многие организации в Гагаузии, многие люди доброй воли хотят помочь турецкой стороне. В райадминистрации какие меры предприняты для того, чтобы оказать помощь? Я вам хочу сказать о том, что уже тут первый заместитель выступал, о том, что Башкан собрала нас всех, и мы совместно на исполкоме приняли решение о том, чтобы бюджетные организации, чтобы однодневную заработную плату перечислили в фонд поддержки пострадавших от землетрясения. Мы тоже самое сделали в районной администрации, и все подведенственные учреждения, примарии работают тоже сейчас активно для того, чтобы то же самое сделать. Приходят экономические агенты, вот сегодня были у нас, хотели тоже внести, но бухгалтер объяснил, что это не у нас собираются эти деньги. Мы для своих, там ведомость составили, отправил бухгалтера для экономических агентов, для населения. Сегодня открыт счет, они могут спокойно подойти в Агроинбанк и сделать свой вклад в поддержку пострадавшим от землетрясения. Я думаю, это будет очень серьезная помощь, потому что мы видим, насколько они пострадали. Люди некоторые размещаются на улице, прямо на дороге. Нужны и пледы, и одеяло, и теплые вещи, и много чего нужно. И поэтому мы должны нашим братьям помочь в трудную минуту, так же, как они нам всегда помогали в Гагузии во всем многих проектах. Ну вот вы сказали, действительно нужны пледы, одеяло, одежда. Иван Николаевич Калёв, когда давал, да, вчера давал брифинг, говорил, что это все можно отвезти в Кишинев. Но один человек не может это все сделать. И может ли организовать, да, администрация здесь этот пункт, и потом уже все вместе отвезти? Мы можем организовать транспорт. У нас есть транспорт, который мы можем, как говорится, организовать и отвезти там посольство открыто. Да, у них принимают. Речь идет о новых вещах, о новых товарах. Ну да, консервы тоже самое. Я думаю, что наше население окликнется и примут участие более активнее. До конца недели счет открыт. Поэтому предлагаем всему нашему населению подключиться к этому вопросу и оказать помощь. Иван Николаевич, к нам пришло письмо на электронную почту. Я его зачитаю. Оно не связано с работой райадминистрации. Это проблема. И снова мы наблюдаем, как Народное собрание Гагаузии и Сполком бросают обвинения в адрес друг друга, приводя аргументы за и против. А ведь комиссия по внесению изменений в уложения была создана в марте прошлого года. Почему вы, знаток законов, не принимали в ней активного участия? Почему, зная, что определенные поправки нужны, не была проведена совместная грамотная работа? Результаты Сполком и Народное собрание топчут грязными ногами главный документ Гагаузии. Вы, представляя Сполком, настаиваете на том, что нужен референдум для внесения изменений в уложения. А выйдет ли народ? Вы в этом уверены? Я хочу сказать о том, что я принимал участие на заседаниях, а когда у нас были другие мероприятия, в этом случае, допустим, я или другой, мы не можем всегда принимать, потому что, вы знаете, есть много мероприятий. Во-первых. Во-вторых, хочу сказать о том, что наше мнение, мы воздержались, когда принимали эти поправки, я лично высказался о том, что вообще мы в ускоренном режиме это все принимаем. Выборы назначили на 30 апреля, здесь буквально принимали изменения в уложения для того, чтобы облегчить кандидатам на этих выборах, облегчить в плане того, что комфортность какую-то создать. Я в этом плане высказывал свое мнение. Мы буквально 4 года назад, в 2019 году были выборы Башкана, и на эти выборы вышло, насколько я помню, 54 тысячи, что ли, населения, и выборы состоялись, и мы тоже так же рисковали, может быть, или боялись, что трудно, да, 50% плюс 1 обеспечить выход. Но тем не менее, я считаю, что население выйдет. Выходило и на президентские выборы, 62 тысячи населения вышло на выборы. И сегодня этот аргумент, вот мы думаем, что не выйдет, я считаю, что это как-то, наверное, неправильно. Мало ли что, мы думаем, каждый из нас думает по-своему, а если будет там много кандидатов, если будут они, так сказать, интересны для нашего населения, я думаю, население выйдет. Но, я высказывался у вас тоже здесь, мы с депутатами были на этой программе, и я высказывался о том, что если население видит, что где-то, ну, недовольны этим кандидатом, или же он кандидат не может быть, не того качества, как предполагал этот избиратель. В этом случае и 33% может даже не выйти на голосование. 33%, ну, что тут говорить, это, если, то есть, вышло 33%, это означает, выборы состоялись, одно тура, и все, Башкан избран, там, образно говоря, 17 или там до 20 тысяч населением избран. В то время как Башкан действующий была избрана 48 тысячами. Но все Башканы были поэтому... Все Башканы проходили это. И 48 тысяч, когда Башкан набрал, естественно, вес имеет более, да, на весомый. И, конечно, может тогда свое слово говорить и на международном уровне, и в правительстве, парламенте, везде. Я так думаю. Иван Петрович, у нас есть телефонный звонок. Надевайте наушники, мы послушаем нашего радиослушателя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я из Коврата. Как зовут вас? А? Как вас зовут? Петя. Петр, слушаем вас. Петр, как раз. Я хотел задавать вопрос Иван Петрович, да? Да, да, Иван Петрович у нас в эфире. Иван Петрович. Да, да. Я хотел бы вас благодарить, чтобы тот, как его, рекаил, вы нам включили, дали, не дали. Вам большое спасибо, что вы тогда не забыли нас. Спасибо большое. Вы выполнили поручение Ирины Федоровны Башкана, Гагавузии и всех тех людей, которые были причастны, активно участвовали на референдуме, очень значимом событии. Мы, конечно, их обозначили и вручили медали. Спасибо нашему радиослушателю Петру. 24960, уважаемые радиослушатели, звоните и задавайте свои вопросы. У нас сегодня в гостях председатель Камрадской районной администрации Иван Петрович Топал. Иван Петрович, ну и возвращаемся к работе. Да, я здесь еще в двух словах хотел сказать, что еще один проект у нас в работе уже подали, значит, для приобретения инструментов музыкальных и оборудования для дома творчества. Это через управление, Министерство культуры, мы ждем тоже в ожидании там на порядка 150 тысяч лей. Относительно зеленой, так сказать, энергии, мы должны, наверное, отметить, что есть такая программа, да, Европейское село, это республиканское. Как раз я хотела задать вопрос, что власти Молдовы объявили о начале масштабной программы «Европейское село», и деньги выделяются из Фонда национального развития и в приоритете программы, которая связана также с экологией. У нас есть населенные пункты, которые принимают участие в этой программе, и какие проекты? Да, конечно. Я хочу сказать о том, что Гагузия очень активно участвовала в конкурсе, здесь тоже на конкурсной основе проходили, и Гагузия 19 проектов выиграла, 2 примарии, насколько я помню, по-моему, не подали заявки из 26 примарий, и 9 проектов из них в Камрадском районе были выиграны. Вот один из проектов, хочу напомнить, это в селе Котовском, работы по установке солнечных панелей фотогальванических систем. Стоимость проекта 2,3 миллиона. Значит, солнечные панели уже установлены в примарии мощностью 6 киловатт, в школе 30 киловатт, в детском садике 10 киловатт. Также установлены 2 электрокотла, которые параллельно с газовыми котлами установлены, и они смогут, если будут получать от солнца энергию, значит, ее передавать сразу же на электрокотлы, и они таким образом смогут себя обеспечить. Также они купили электроплиты, значит, практически работы там завершили, у них сегодня на стадии согласования премьера Энергия осталось согласовать, и считаем это очень удачный, хороший пример, хороший проект, и наши примарии должны многие на этих вопросах останавливаться. Второй проект, хочу сказать, вот реконструкция крыши Дома культуры, сегодня осваивается в селе Чукмайдан, эта стоимость проекта составляет 3,3 миллиона, 3 миллиона 300 тысяч. Значит, там тендер проведен, определен подрядчик, буквально начинаются строительные работы, там будут устанавливаться крыши из металла черепицы. Дальше в Дизгинже тоже самое, есть такого же рода проект, тоже они там реконструкцию крыши здания делают, это в центре социальном, стоимость проекта 3 миллиона у них тоже, на сегодняшний день тоже тендер уже проведен, у них уже идут строительные работы, буквально сейчас была проверка уже из Кишинева, на Коянестадии там, они сейчас начинают тоже уже там устанавливать металлочерепицу, вот, они используют это здание в своих целях, у них есть проблема еще вот с Домом культуры, там тоже мы сейчас будем подавать, практически уже отобрали некоторые проекты и через Румынию хотим тоже, там Ясский уезд имеет желание работать с нами тоже. Это то, что Сириетпруднестр, это Некст, там отдельно 77 миллионов евро осваивается, и мы туда предложили 3 проекта, 3 проекта, это изготовление проекта и прокладка водопроводных сетей с реки Прут на Камрад, Чадарунгу и населенные пункты дальше, это один проект мы туда уже за подписью Башкана отправили, второй проект строительство двух домиков в лагере Олимпиец и подъездную дорогу в белом варианте, значит на 120 детей эти домики будут предусматривать, там и санузлы и все, плюс предусматривается один проект еще на, это проект на 19 миллионов вот в лагере, и один проект предусматривается на миллион 700, мы хотим приобрести современное оборудование горелки для теплосетей, потому что теплосети наши, это мы учредители у них, районная администрация, мы видим, что сегодня все дороже становится, гекаколори и пенсионным учреждениям становится труднее оплачивать, и скажем, дом творчества это тоже наш, мы учредители, и мы, как говорится, должны условия создать и теплосетям, и домотворчеству, теплосетям, если мы сможем приобрести оборудование, которое позволит экономить выработку тепла на 30-40%, тогда и бюджетная организация смогут получать дешевле эту тепловую энергию, и нам будет легче. У нас еще один телефонный звонок, Иван Петрович, потом мы вернемся к проектам. Надевайте наушники. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Это Роман Городинар Владимирович. Да, слушаем вас. Я Ивану Петровичу хотел бы задать вопрос касательно вот этих выборов. Это Башкана, я 15 минут назад радио включил, и там как раз это говорили про 33%, про 50% и все остальное. Вот, Иван Петрович, скажите, по статистике, сколько у нас людей проживает реально в Гагузе? Потому что у нас статистику отобрали. И как можно учесть, сколько у нас реально население может выйти на выборы? Потому что у нас же в 20-м году, естественно, немало человек ушло из этой жизни. В этом году тоже люди уходят. Да, да, я понял. Это учет, ведется ли это учет и реальная статистика. Какова это? Действительно, мне это интересно. Потому что все говорят по 51, 33, просто 30 тысяч. Да, если позвольте, да, я позвольте. Спасибо, Владимир. Значит, вы знаете, правильно задают вопрос наши избиратели, слушатели. Но я вам хочу сказать откровенно, я знаю, как перепись населения проводилась в 2014 году. На эту перепись только были потрачены эти деньги, 189, по-моему, миллионов. А практически перепись они не провели тогда. Перепись, даже вот сегодня, если вас спрошу, были ли у вас, тоже скажете, не были. И никто из нас ни в глаза не видел этих переписчиков. Они взяли, откуда там, не знаю, написали там, что в Гагузии проживает 134 тысячи населения. В то время, как мы знаем, у нас в Гагузии 161 тысяча населения есть. Этот учет ведут и в примариях, постоянно отмечается, сколько рождается детей, сколько умирает людей. Статистика эти цифры собирает. Но, к сожалению, вот я вам хочу сказать, эти деньги были тогда потрачены на выборную кампанию партиями, а не провели перепись населения. Сейчас планируют они проводить перепись населения. Я вам хочу сказать, что если они так посчитали 134 тысячи, они это, знаете, с какой целью делают? Чтобы меньше денег выдавать сюда, наверное, в Гагузию. Потому что, когда касается численности населения, в Минфине тут же говорят, а у вас мало населения, вот вам хватит столько денег, сколько у вас. А когда касается выборов, они тут же раз дают 131 тысячу, 130 тысяч. Там, может, в этом пределе, они дают количество избирателей. Так вот, человек правильно задает вопрос. Получается, у нас чуть ли не все жители являются избирателями, по ихним статистическим данным. А, конечно же, им надо дорабатывать, у них реестры эти избирательные были закрыты всегда, они их представляли, и наши примары, никто не мог влезть, так сказать, в этот реестр. Сейчас они открыли эти реестры, и я думаю, что и депутаты высказывали мнение, Георгий Кадын высказывал, в частности, вот мы были на телевидении, о том, что, наверное, где-то, если, скажем, человек умер, ясно увидят, они знают, что его нету, его, знаете, наверняка не напишут в списках, да? Ну, а если человек, скажем, на выезде, в этом случае законодательство предполагает, что он должен быть в списке, потому что мы не знаем, он приедет, может быть, и примет участие. Да, в списке. Ну, бывает, бывает по-разному, даже бывает иногда, что нету его в списке, а там дополнительный список включают. У нас есть еще один телефонный звонок, я вам петеречку. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Откуда вы к нам звоните и представьтесь, пожалуйста. Я с Камрата звоню, председатель меньшинства. Зовут вас как? Олег зовут. Слушаем, Олег вас. Значит, со списками все ясно, это очень просто проверить и знать, сколько у нас проживает, сколько умерло, все это есть. Мы сдавали постоянно эти списки и на помощь. В регистрах все есть. Но меня не это интересует. Выборы выборами, до них еще далеко. Но вот в отношении гуманитарки, я бы подумал бы так, может быть организовать одну фуру, забить ее, в течение недели мы можем ее наполнить. Кто сколько может. Потому что деньги деньгами, пусть, пожалуйста, бизнесмены, там, миллионеры, пусть ставят на счет. Но хватит уже кормить этих банкиров. Надо срочно забить фуру одеялами, консервами, кто что может. От малоимущих тоже, чтобы была помощь. Многие люди хотят. И отправить ее срочно, чтобы люди получили. Сейчас нужно, сейчас нужно эти одеяла, тепло и кушать. Конечно, конечно. Все. А с банкирами потом разберемся. Я с вами полностью... Спасибо большое, Олег, вам за ваше мнение. Согласен полностью, да. И здесь мы можем, наверное, переговорить с Примарией и совместно как-то организовать. Может быть... Но не только с Камрадской, потому что есть люди из СССР тоже. Да, могут, надо этим поработать. Но насколько это надо очень организованно все сделать. Это надо, чтобы все новые, такие условия, все новое должно быть. И, как говорится, если это возможно организовать, мы только за, мы поддерживаем. И мы хотим это. Иван Петрович, вот если вы будете это делать, я думаю, что вы к нам обратитесь, чтобы мы это рассказали на всю ГГУЗе, чтобы люди знали, куда можно обращаться, что можно принести. Нас, я думаю, слушают сейчас и Примары тоже, и люди слушают. Сейчас слушают, но дело в том, что вы все равно должны переговорить с Примарами. Да, мы-то переговорим, конечно, еще раз, да. У нас есть еще одно письмо, которое пришло к нам на электронную почту. Как вы относитесь к мнению некоторых Примаров, что райадминистрации – лишнее звено в цепочке уровней власти? Не считаете ли вы, что администрации дублируют работу Примарией? Нет, конечно, мы так не считаем. И это человек, который прячется сейчас за электронными письмами, он должен был открыто сказать. У нас администрация работает, и мы вот имеем, вот сколько рассказать вам сейчас, он задерживает внимание наших избирателей или слушателей. Слушателей, да. Я как раз рассказываю, если вы внимательно слушаете, я рассказываю о том, чем мы занимаемся. Мы приносим пользу населению, и в том числе тесно работаем и для Примарии. Вот сегодня мы же говорим, вот сегодня мы полезное дело сделали, закупили грузовичок «Мерседес», пресс подарили уже, чтобы люди могли собирать и перерабатывать, или как, прессовать вот эти отходы пластиковые. Мы делаем, мы, как говорится, ищем, откуда можно не тратить деньги, а приносить сюда деньги. И это у нас получается удачно и нормально. Чего желаем и другим. Может быть, где-то, если административно-территориальную реформу, там запланировали где-то республиканские власти, то она может коснуться только территории Республики Молдова, остальной части, кроме автономии. Потому что мы работали с депутатами, еще будучи депутатом, я был тоже членом комиссии, мы добились внесения изменений в закон об административно-территориальном устройстве Республики Молдова. Парламент принял в 2020 году изменения в этот закон, где прописали, что, как и должно быть, Гагаузия у нас имеет особый статус, и придали Гагаузии особый уровень, потому что они считали до сих пор, что два уровня. Местные органы власти первого уровня – Примария, и второго уровня – районы. У нас в нашем случае особый уровень имеет теперь Гагаузия, и право административно-территориального устройства, там прямо написали в статье, специальная статья, право наделено народное собрание таким правом. И никто, кроме народного собрания, здесь не может принимать решение об административно-территориальном устройстве, то ли об изменении, то ли еще о чем-то. А народное собрание, мы еще в первом созыве народного собрания приняли, у нас есть свой закон об административном территориальном устройстве, который предполагает наличие районов наших, три района, которые за основу берутся, и есть муниципи, и села, и города. Поэтому я считаю, что тут в этом плане все нормально, если районов бы не было, тогда и Гагузии может не быть, должны думать об этом тоже. — Слушаем нашего радиослушателя. Алло, здравствуйте. — Добрый день. — Да, как вас зовут? — Меня зовут Иван, я с Бежгеза. — Слушаем вас. — Иван Петрович, такой вопрос. Можем мы установить у себя дома солнечную батарею? Вы сможете проектом помочь нам? — Спасибо большое, Иван. — Да, я думаю, что вы можете установить у себя солнечные батареи. Вы можете, конечно, вы рассчитываете, видимо, на грантовую помощь. Я так полагаю. Конечно, здесь наши специалисты могут вам подсказать, каким образом обратиться, куда и как. Есть программа малых грантов, средних. И надо, как говорится, внимательно следить за этими тоже, кто предлагает помощь, руку поддержки. И Гагузия помогает нашим предпринимателям, простым людям тоже. Конечно, да, я знаю, люди некоторые у нас сами установили, но у них, может, позволили средства. Не у всех позволяют. Там надо порядка 5-10 тысяч евро, наверное, чтобы установить серьезную систему в своем доме. — Иван Петрович, ну и последний вопрос. — Мы не против помочь. — То, что пришел от радиослушателя, вопрос у нас, он говорил это о том, что некоторые примары, да, говорят, что лишняя цепочка. Но у меня такой вопрос. Как часто вы встречаетесь с примарами и с каким вопросами чаще всего обращаются в райадминистрацию? — Мы встречаемся с примарами постоянно. Буквально в этом месяце мы дважды встречались с примарами и обсуждаем все те вопросы, которые касаются жизнедеятельности примарей и людей. Буквально даже по ихней инициативе сейчас рассматривали вопрос последний о том, что принято было решение парламентом, правительством о том, чтобы увеличить в бюджетной сфере работникам на 1300 лей заработные платы. И при том, что они обязали местные органы власти найти средства самим для того, чтобы оплатить людям. Наши примары с этим не согласились. И мы этот вопрос рассматривали у нас на заседании районной администрации совместно с примарами. И наши специалисты здесь принимали участие, экономисты. Действительно, сегодня так сказать, что найдите невозможно. Никто их не потерял, чтобы люди нашли эти деньги. И наши примары составили письмо, обращение правительства и Министерства финансов о том, чтобы изыскали финансовые средства и дали местным органам власти для того, чтобы они могли рассчитаться с людьми. Ведь задачу поставили минимальную заработную плату, чтобы обеспечить 4000 лей и чтобы 1300 добавили людям всем, которые работают в бюджетной сфере. Кроме этого, мы рассматривали буквально сейчас отчет муниципальной полиции за прошлый год. Мы приглашали военком со своими замами, наложили административные штрафы на наших примаров, некоторых ввиду того, что не обеспечили призывную кампанию. Но, конечно, примары где-то доказывали свою правоту, что они, в принципе, предложили туда призывников. Другое дело, что они не прошли там комиссию. И здесь особой вины, как на взгляд примаров, не было. Мы приглашаем, был вот буквально недавно представитель медицинского страхования, который рассказывал, каким образом вот медицинские, обязательное медицинское, у нас же все обязаны покупать полюс медицинский. Вот эти моменты. Был представитель Иван Комор, рассказывал по технике безопасности, очень интересно, много чего для наших примаров. Рассматриваем и капитальные вложения, как работают в селах, чем занимаются. Рассматриваем экономическое развитие и много чего другое. Есть у нас программа работы, как раз у нас в районе особых никаких разногласий нет. Это быстрее всего, наверное, с другого района кто-то, наверное, задает этот вопрос. У нас как раз порядок с примарами, с корпусом примарств. Спасибо, Иван Петрович, потому что у нас уже наша программа завершилась. Ну, жаль, что мы не успели рассказать о проектах в Русской Кисели, есть хорошие проекты, Буджеке, Камрате, Кангощике, Феропонтьевке. У нас будет повод еще раз встретиться в этой студии и поговорить более детально обо всех этих проектах. Мы знаем, что будут пройти в Светлом и в других населенных пунктах. 57 проектов сейчас предложили из района, а мы из них 20 штук отправили в Румынию. Мы после программы договоримся о следующей нашей встрече, где мы сможем рассказать об этих проектах. С большим удовольствием. Уважаемые радиослушатели, у нас сегодня в программе «Делок в студии» был председатель Камратской районной администрации Иван Петрович Топал. Мы вас благодарим, что вы нашли время и пришли к нам. А с вами, уважаемые радиослушатели и телезрители, мы прощаемся и говорим вам всего доброго. До скорых встреч на канале ГРТ. Субтитры подогнал «Симон»